Дорогие рукодельницы, здравствуйте! Спасибо, что ко мне опять заглянули. Сегодня мы с вами будем вязать косы. Для этого нам понадобится пряжа. Вот я нашла еще один моточек толстой пряжи, чтобы вам все было хорошо видно. Ну, конечно, спицы подходящие. И вот такая вот спица дополнительная для вывязывания кос. Если у вас такой спицы нет, то возьмите любую обоюдоострую толстенькую спицу. Или, на крайний случай, булавку для вязания, на которую можно будет скидывать петли для кос. Давайте начнем. Ну что ж, давайте попробуем связать косы. Косы красиво смотрятся на изнаночной глади, поэтому хорошо, если чередоваться косы будут с изнаночной гладью, либо с другим узором, который отличается от лицевой глади. Я вам покажу сразу два вида кос, как вяжутся. Перекрещенные влево и перекрещенные вправо, чтобы вы сразу все поняли и уже могли вывязывать разные красивые изделия. Давайте сначала наберем на спицы 22 петли для образца. Я набрала 22 петли, распределим мы их так. Две по краям, конечно, будут кромочные. Значит, первая кромочная, 3 петли изнаночной гладью, 6 петель косы с наклоном влево, 2 петли изнаночной глади, 6 петель косы с наклоном вправо, и 3 петли изнаночной глади и кромочная. Давайте начнем. Снимаем кромочную, вяжем 3 петли изнаночной гладью. Раз, два, три. Теперь 6 петель косы мы вяжем лицевой гладью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 2 петли изнаночной гладью, 6 петель косы с лицевой гладью, 3 петли изнаночные и 1 кромочная. Вязание переворачиваем и изнаночный ряд мы вяжем по рисунку, как лежат петельки. Кромочная, 3 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, 6 изнаночных, 3 лицевые и кромочная. Я провязала два ряда. Вяжем третий ряд. И начнем уже в третьем ряду перекрещивание. Снимаем кромочную, вяжем 3 изнаночные. Теперь у нас начинается коса, которую мы будем перекрещивать. Первую косу мы с вами перекрестим влево. Для этого мы берем дополнительную спицу. И вот эти 3 петли лицевой глади, первые, на нее перекидываем перед работой. 1, 2, 3. Перекинули. Они висят у нас перед работой. Ниточку рабочую мы подтягиваем. И следующие 3 петли мы вяжем лицевыми. Извините. 1, 2. Провязали лицевыми 3 петли. И у нас остались вот эти петли, которые мы оставили перед работой. Мы их перекидываем обратно на левую спицу, потому что они у нас не провязаны. Перекинули. И теперь провяжем их лицевыми. 1, 2, 3. Следующие у нас 2 изнаночные. Они у нас отделяют одну косу от другой. Следующие 6 петель мы перекрестим вправо. Для этого мы 3 следующие петли снимем на дополнительную спицу за работой. 1, 2, 3. Оставляем за работой. Далее. 3 лицевые оставшихся. 1, 2, 3. И те 3 петли, которые мы сняли за работой, мы закидываем на левую спицу. Их надо провязать лицевыми петлями. Я перекинула ниточку рабочую назад. 3 петли лицевыми провязываем. 1, 2, 3. Далее у нас идут 3 изнаночные. И кромочная. В четвертом ряду мы также вяжем по рисунку. Как и второй ряд. Кромочная. 3 лицевые, 6 изнаночных. 2 лицевые, 6 изнаночных. 3 лицевые и кромочная. 4 ряда у нас провязано. Перекрещивание мы с вами сделаем, чтобы было более все наглядно. В каждом шестом ряду. Поэтому еще 4 ряда вяжите просто по рисунку. Как лежат петельки. Изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Изнаночный ряд все наоборот. Вяжите, пожалуйста, 4 ряда. И в следующем шестом ряду после этого мы сделаем еще одно перекрещивание. Эту косу влево, эту вправо. И так вяжем 4 ряда по рисунку. Я провязала еще 4 ряда по рисунку. И мы опять начнем скрещивать петельки в косу. Так, кромочная, 2 изнаночные. А, извините, 3 изнаночные. Вот у нас пошло полотно нашей косы 6 петелек. Значит, это у нас перекрещивается влево. Три петли мы снимаем перед работой. Далее 3 лицевых. Три петли с дополнительной спицы на левую. И провязываем их лицевыми. Две изнаночные. И следующую косу мы перекрещиваем вправо. Три лицевые. Оставляем за работой. Откинули. Ниточку подтянули. Три лицевые. Три лицевые с дополнительной спицы. Перекидываем. Ниточку назад. Немножко натягиваем. Немножко тут трудновато всегда бывает. Особенно из толстых ниток. Три петли с дополнительной спицы я провязала. Три изнаночные. И кромочная. Вот у нас уже два перекрещивания есть. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Три лицевые. Шесть изнаночных. Две лицевые. Шесть изнаночных. Три лицевые. Далее опять вяжем четыре ряда просто по рисунку. Ничего не перекрещивая. Изнаночными. Лицевыми. Лицевые и изнаночные ряды. Пожалуйста. Четыре ряда. Я провязала еще четыре ряда. Давайте опять сделаем перекрещивание. Я хочу вам рассказать, как делать перекрещивание без дополнительной спицы. Такое перекрещивание уместно на тонкой пряже, на небольшой косе, например, два на два. Просто, чтобы вы знали. Конечно, когда коса широкая, сложная, то желательно иметь дополнительную спицу. Но, в принципе, можно обойтись и без нее. Давайте я вам покажу. Значит, снимаем первую, две изнаночные, ой, три изнаночные, извините, ради бога. Теперь нам надо снять первые три петли на дополнительную спицу. Дополнительной спицы у нас нет. Я их просто снимаю на правую спицу. Раз, два, три. Сняла на правую спицу, ниточку натянула. Далее провязываю три лицевые. Теперь смотрите. Вот эти три я пропускаю. Левой спицей я подхватываю три снятые. Подхватила. Теперь я правую спицу вынимаю из всех шести петель косы. И захватываю за работой те провязанные три петли. Они провязанные остались на левой спице. Теперь я их провяжу лицевыми. Далее у нас две изнаночные. И следующую косу мы вяжем вправо. Петли остаются за работой. Дополнительной спицы у нас как бы нет. Поэтому я просто с левой спицы на правую, за ниточкой рабочей, перекидываю три петли. Сняла. Ниточка вот перед работой. Я ее подтянула. И вяжу три петли лицевой. Но видите, недостаток работы без дополнительной спицы, что тут будет, конечно, болтаться немножко. Но это все скроется в процессе работы. Далее я за работой подхватываю три снятые петли, не провязанные. И накидываю их на левую спицу. Вот, чтобы вы видели. Спицу из всех шести петель я вынимаю. И вот эти три петли провязанные, я быстренько, чтобы они не распустились, накидываю на правую спицу. На левой у меня остались не провязанные петельки. Ниточку я завожу назад. И провязываю их лицевой. Далее две изнаночные. Ой, три изнаночные. Что-то мне все хочется. Две. И кромочная. Так что имейте в виду. Есть и такой способ. Тут будут более большие такие отверстия без дополнительной спицы. Но выход есть. Иногда надо вязать быстро. С дополнительными спицами возиться некогда. Так что этот вариант имеет право на существование. Далее мы провяжем изнаночный ряд по рисунку и закроем петли. Ну вот, взгляните, пожалуйста, на наш образец. У нас получились две косы в зеркальном отражении друг от друга. Это перекрещено влево, это вправо. Такие косы еще называются жгуты. Существует еще сложное переплетение кос. Оно называется араны. Используются на красивых разных пледах, свитерах. Так что, пожалуйста, смотрите, учитесь. Вы можете вот такими косами вязать шапочки, детские изделия. Вот где мы, конечно, не использовали дополнительную спицу. Тут вот такие дырочки. Так что способ без дополнительной спицы имеет право на существование только на тонкой пряже и на малом количестве петель. Буду рада, если вам понравился мой урок. Пожалуйста, тренируйтесь, учитесь, пишите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok